Возможности республики по поддержке малого и среднего бизнеса, в первую очередь производственно-инновационного, сегодня оценивали приезжие эксперты. Среди них вице-президент деловой России Александр Осипов. Эта организация известна тем, что представляет интересы производственников. В помощь малому и среднему бизнесу республиканская власть готовит масштабный проект. В его рамках планируется создать индустриальный парк в Чебоксарах. Проще говоря, на общей специально отведенной территории со всей необходимой инфраструктурой разместятся самые разные предприятия. Такие желающие в республике уже есть, но сам проект не из дешевых и без бюджетной поддержки никак. С потенциальными резидентами индустриального парка сегодня встретились эксперты в этой области. Только на предприятии можно увидеть все своими глазами и пообщаться непосредственно с производственниками, узнать, как дышит и чем живет предприятие, с какими проблемами сталкивается. Заодно выяснить ответ на главный вопрос – есть ли потребность в индустриальном парке и насколько она оправдана. Ключевым вопросом для нас является рациональность вложений и региональных и федеральных в подготовку инженерной площадки, обеспечение инженерной и энергетической инфраструктуры, транспортной доступности. И вот из таких переговоров и детальной привязки состоит наша поездка. В основном ознакомиться с конкретными задачами у каждого из будущих потенциальных резидентов и посмотреть, как это накладывается на те возможности, которые предоставляет конкретно выбранная уже площадка. Для специального конструкторского бюро, систем промышленной автоматики, индустриальный парк – новые возможности. Нужны свои помещения по приемлемой стоимости. Нехватка площадей зачастую одна из больных тем для бизнеса. Вместе с тем в республике есть хороший задел в промышленности. Но она задыхается на старых площадях, нередко отсталых, внутри города. При том, что логистика тоже хромает. Старая, неконкурентоспособная. Делятся своими первыми впечатлениями эксперты. Надо дать сегодня и бизнесменам, и работающим в ней людям современные просторные помещения. Самое главное – перепроектировать на конкурентоспособных условиях нынешние технологические цепочки. Сочетание со складскими помещениями, с транспортной доступностью, необходимые офисные помещения. И все это, чтобы на силу уже предоставляло возможности для наилучшей конкурентоспособности этих производств. С другой стороны, вывезти их за город, облегчить им таким образом грузопотоки, обмен товарами, комплектующими. Поближе друг к другу по технологическим цепочкам скомплектовать. И таким образом дать им общее облегчение и другие возможности для роста. По сути, индустриальный парк помог бы решить проблемы. Именно поэтому правительство республики взялось за этот дорогостоящий проект. Земельный участок нашли в районе промтрактора. Но там необходимо создать всю инфраструктуру. Минокреспублики готовят соответствующую заявку, чтобы получить деньги на индустриальный парк. Адресную специфику мы пока не определили. Почему? Потому что резидентов на самом деле много. У нас сегодня уже подписано соглашение порядка 15. Это около миллиарда рублей. Это около 400 рабочих мест уже сегодня готовы организации создать. Ну и говорю, вот сейчас мы определимся по возможностям, по совмещениям. Потому что одно предприятие не может находиться рядом с другим. Ну это связано с охранной зоной и так далее. Вот эти работы все мы проведем. Уже, наверное, я думаю, в ближайшие два месяца мы определим, кто где будет располагаться. Какие дополнительные работы необходимо привести. Ну и вот вообще дорожную карту, в принципе, развития этой индустриальной пары. Такое общение – возможность поделиться лучшими практиками других регионов. По самым разным проблемам. Наиболее рационально обойти острые углы. Поговорить есть о чем даже успешном предприятии. Эксперты рассчитывают, что их визит оставит след и позволит более тонко и корректно настроить программу поддержки малого и среднего бизнеса. В частности, создание индустриального парка в столице. Ольга Григорьева, Николай Яковлев, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова